Я тут посчитал, у меня на данный момент в квартире одновременно к Wi-Fi сети подключено, да представь, кто-то скажет много, кто-то скажет мало, 15 устройств. Туда входят только на этой стене, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, только на этой вот стене семь устройств. То есть это и аудио, и подсветка, и сам компьютер. Теперь у меня компьютер тоже включается по Wi-Fi. Я не так давно-то поставил такую плату, именно которая поддерживает Wi-Fi 6. И что вы думали? Роутер, который стоит у меня, в принципе, у меня такое ощущение, что он на данный момент вообще не всегда справляется. Все работает вроде нормально, но часть устройств постоянно отваривается. Я хочу эту проблему исправить и поставить себе роутер нового поколения, а именно с Wi-Fi 6. Знакомьтесь, это TP-Link Archer AX 6000. AX означает как раз новый протокол, это у нас Wi-Fi 6, как его теперь называют. Давайте же займемся его распаковкой, установкой и тестом, чтобы проверить, реально ли все будет работать очень даже комфортно. Поехали! На данный момент, скорее всего, у тебя дома стоит в любом случае роутер AX, то есть Wi-Fi 5-го поколения. И нет таких вообще, в принципе, задач, с которыми он тебе сейчас не справился бы. Но сейчас, с 2020 года, все понемножку, конечно, все. Сейчас новый iPhone уже с Wi-Fi 6, новые компы с Wi-Fi 6 и так далее, все это начинается. Вот, и я решил подготовиться изначально, заранее протестировать и жить уже на этом. В чем конкретно, конечно, отличие Wi-Fi 5 от Wi-Fi 6, понятное дело, пропускная способность. Здесь, к примеру, пропускная способность до 5 Гигабит, именно по Wi-Fi 5 Гигагерц. Есть очень хороший такой простой слайд, который тебе может помочь понять. Вот, к примеру, в отличие от еще предыдущего там N протокола, то есть у нас одновременно может работать, ну, например, там, 2, 3, 4 устройства внутри сети, так, в принципе, комфортно. То есть на AC, что у нас сейчас дома стоит, в принципе, нормально, там, 4К контент смотреть здесь нормально, играть в онлайне нормально, телефоны подключены, там, подсветка, твои Apple Watch, там, еще чего-то. Тоже круто, но с приходом Wi-Fi 6, то есть те техно-маньяки, которые усяют в доме, ну, не важно, там, в квартире, может, в доме, имеют кучу просто всего. То есть у тебя, например, там, 3-4 катерика или уже 8 катерик появился, там, игровые проекторы, консоли везде, и, там, может, виртуальная реальность, и все, ты это хочешь завязать на Wi-Fi, то тебе уже нужен роутер с Wi-Fi 6. Здесь просто какие-то невообразимые цифры, потому что у тебя по 5 Гигагерц 4,8 Мбит в секунду, и здесь у тебя по 2,4, ну, там, 1100 Мбит в секунду. Это круто. Здесь есть 2,5 Гигабитный порт для подключения кабельного интернета. 8 Гигабитных портов. Короче, штука практически самая топовая, но у Тепелинка есть еще круче. У них есть, по-моему, АХ 11000. Так что он вроде топовый, но есть еще круче. Я тут, кстати, подводил подсчеты всех своих устройств, которые сейчас у меня подключены к Wi-Fi сети. Здесь у нас 8 антенн. Сейчас мы их все раскроем. Пожалуйста, смотрим на этого паука. Вот такой вот он. Ну, и давайте посмотрим на подключение. На передней стороне у нас USB 3.0 и разъем USB Type-C для подключения устройств. Здесь у нас логотипчик Тепелинк. Он, кстати, у нас подсвечивается очень красиво. С другой стороны клавиши управления самим маршрутизатором. Клавиши ВПС, включение-выключение Wi-Fi и LED-индикации. Все это можно выключить. И вот на задней части у нас тоже прям целое царство. Ну, включение-выключение всем понятно. Двух с половиной гигабитный порт. Здесь 8 портов гигабитных. Питание, ну и клавиши РЦ. В идеальных планах я хочу поставить новый роутер. Прямо посередине квартиры. Потому что на данный момент все у меня проведено проводом вот здесь вот, вот сюда вот. И подключено за компьютером. А можно сказать, там за стенкой, там уже соседи. А вся квартира, то есть отсюда, туда и туда. То есть он как бы у меня бьет, наверное, из угла. Я хочу это немножко поменять. Потому что у меня теперь в компьютере есть все-таки Wi-Fi. И это тоже Wi-Fi от TP-Link. Такая вот плата расширения с антенной. И мне теперь роутер здесь в этом углу, в принципе, не нужен. Потому что раньше все было подключено по проводам. И я хочу это поместить примерно вот сюда. Я сейчас провод высуну, доведу его сюда, подключу. И, скорее всего, здесь вот наверху он будет все дело раздавать. Хотя, знаю, в Москве сейчас многие, если когда подключаешься, у тебя вешают роутеры и все там эти коробки вообще рядом со входом. Нет, у меня такого нет. Я подключался давно. И у меня именно вот такая вот витая пара заходит. Сейчас нужно будет заняться раскручиванием порожка. Потому что провод идет под порожком. И будем выводить вот туда вот наверх. Все подключил, настроил. Сейчас здесь, видите, беспроводных клиентов у нас три. Пока что. Я так подключил, проверил сквозь интернет. Работает на максимум. У меня просто тариф 100 мегабит в секунду. Вот. И поэтому все нормально. Маршрутизатор поставил вот сюда вот наверх. Но при этом можно, я думаю, что его потом вот сюда на стеночку повесить, чтобы вот эту площадь сегодня занимать. Вот. Так что будем проверять, как он отсюда будет работать с покрытием по всей квартире. Потому что, взять у меня стены вот здесь, хотя вот это такая легкая стена, а вот здесь просто дубовая, несущая. А это как раз выход на кухню. У меня сейчас такой тариф бомбический. Можно подключить скоростной здесь до 300 г. Но он просто так не подключается. Это только для новых абонентов. Вообще, какая логика в этом, не знаю. То есть, старый абонент не может перейти на новый тариф? Или там кабель другой нужно использовать? Как там? Ладно, не важно. Пошел сразу изучать вопрос подключения именно сетевых хранилищ. Хорошо. В окно сло на 4 или, по-моему, на 6 терабайт у меня жесткий диск. Подключил к USB 3.0. Так. И теперь вот в чем прикол-то у нас получился. Теперь здесь на тереке. Где, где, где? Во. У меня есть медиасервер «Зверьё». И здесь я, к примеру, могу так смотреть. Ну, то же самое «Инценте» записать, запускать. Без разницы. Вот оно всё. Через сетку. Очень удобно. Даже перематывает. Удобно. Ну, каким-нибудь фильмом. И вплоть даже до таких вот кубиков, которые у нас мульты транслируют, тоже всё через Wi-Fi. Вот сейчас заново настраиваем. Не, ну здесь, конечно, по стандарту всё на максимум держит, работает. Тут никуда не денешься. У меня 100 мегабит в секунду. Можно сейчас в Москве, по-моему, там где-то 500 есть. Но по факту, где их, конечно, использовать, только когда ты скачиваешь какие-то большие объёмы, там, МКВ и так далее. Ну, вы сами понимаете. Во всём остальном, к примеру, у нас на даче в коттедже 10 мегабит. Вот так вот всё летает. Ну вот, по 100 полностью, всё по максимуму. Вот так вот красиво светится в ночи. И, кстати, ну это также индикатор того, что вообще там всё нормально ли у него или нет. Если горит красным, значит, что это сломалось. Насчёт хранилища нужно реально ещё подумать, потому что, на самом деле, штука, конечно, удобная, как именно медиа-сервер. Потому что с компа доступ в папку, с, к примеру, моего проигрывателя. Вот этот сетевой проигрыватель. Тоже супер. Сейчас его тоже подрубил. Вот с ним тоже были большие проблемы насчёт Wi-Fi. Не знаю, с чем это связано. Неделю ровно отработал, потом приходилось его постоянно перезагружать и подключать заново в сеть. Не знаю. Сейчас буду тестировать. Светиленьки теперь начали нормально работать. Вот ещё, но тоже здесь нужно будет... Так вот они загораются. Нужно будет потом ещё настроить управление вот здесь. Вот что-то у меня она слетела. Но по проводу компьютер подключается. Нужно будет, может, прошивочку обновить. Здесь меняются яркости и так далее. Всё вот отсюда. Control Center. То есть они у нас по Wi-Fi работают. Это, на самом деле, очень удобно. Вот. Такие, типа, стримерские штуки. Я, конечно, не стримаю, но всё возможно. Будем проверять. В действии через какое-то время во влоге вам всё дело расскажу. По крайней мере, сейчас 8K-терек и нету. 4K-терек один. Но очень много мелких устройств, которые между собой почему-то как-то не очень конкретно. Сейчас у меня подключено в сеть 13 устройств. Это без учёт того, что я ещё сверхколонку сетевую не подключил. Что ещё? Но Apple ещё они через iPhone. Само пока работают. На кухне ещё радио нужно будет подключить тоже в сеть. Ну, это не считаю всех остальных. А, iPad ещё не подключил. Ну, ещё вот этот iPhone, который у нас второй. Вот. Короче, поподробнее захотите узнать. Потому что там характеристик очень много. Ссылку вам на официальный сайт оставлю в описании. Именно вот на вот эту модельку типа Remco. Потому что там, ну, там овер до хрена прям очень много модной функций. Начал тестировать. Так что посмотрим. Пишите в секциях комментариев, какими роутерами, может, с атерами пользуетесь вы. Вот там вот внизу. Как у вас они? Нормально работают? Ненормально? Потому что когда у нас на даче слетел роутер, мы поставили старый Asus, которому 6 или 7 лет. Ровно два устройства подключены. То есть два телефона подключены к одному роутеру. Всё это, это смерть была. Просто. Сейчас на даче ставит замечательная Mesh. Система, которую просто, она обожаетесь. Там, кстати, до 100 устройств можно подключить, чтобы они вообще офигенно работали друг с другом. Так что на самом деле, ну, пропускная, скажем так, способность, ладно. Там скорость меня не особо интересует. А вот именно работа многих устройств в одной сети, для меня это очень важно. Вот. Потому что на скорой здесь 100 мегалитисекунд, всё. Дальше ты пока не уедешь. Всё, давайте. Уехал. Пока. Пока.